На прошлой неделе с рабочим визитом в Кашхабском районе побывал министр внутренних дел по республике Адыгея Александр Ричицкий. Министр провел прием граждан в Егерухайском сельском поселении. Перед этим он принял участие в сходе жителей этого населенного пункта. На мероприятии присутствовали также глава Кашхабского района Заур Хамирзов, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Анзаур Гишев. Министр обозначил наиболее острые проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед руководством республиканского МВД и межрайонного отдела полиции. Я бы хотел в целом пользоваться случаем, поскольку, еще раз подчеркиваю, здесь актив, а женщины наиболее активная у нас социальная категория людей, которая доведет имеющиеся проблемы, надеюсь, и расскажет своим близким, родным, знакомым, друзьям о том, что меня как министра внутренних дел, да и в целом власти республиканские беспокоят. Ну, первое. Мы с вами на пороге двух серьезных мероприятий. Это 1 сентября и 18 сентября выборы. Все об этом знаете. Выборная кампания уже началась. Значит, я не призываю ни за кого голосовать. Это каждого право, так сказать, изъявить свое желание и определить того или иного кандидата. Я единственное хочу призвать всех, чтобы были на выборах, поскольку нас, как мы не говорили, силовые, так сказать, структуры нас, нас, безусловно, интересует в целом отношение населения к той кампании, которая, собственно говоря, происходит. Безусловно, нужно побывать и отдать голос за того кандидата, который вас в большей степени заинтересовал и так далее. Что касается работы полиции и непосредственно польза случаями, хочу сказать, что, конечно, нас беспокоит близость антитеррористической активности наших друзей, наших коллег, ближайших субъектов Российской Федерации. Это и Кабартино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, и Дагестан в особенности, Гушетия, Чеченская республика, там, где активные действия, в том числе боевые, не прекращаются. Конечно, здесь просьба такая на любые малейшие подозрения, что кто-то приехал в чужую, кто-то вызывает какое-то определенное опасение. Они ведут себя неподобающим образом, конечно, полиции нужно об этом знать. Значит, мы сегодня готовы и способны оперативно среагировать. Беспокоит нас весьма серьезно безопасность дорожного движения. Несмотря на небольшую тенденцию уменьшения количества погибших граждан, число аварий, в том числе с пострадавшими, я подчеркиваю, не на большую цифру, это отличается по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, такие факты имеются. Проблема на территории республики остается, значит, совершаются такие преступления в основном приезжими гражданами, лица цыганской национальности, как мошеннические действия, как правило, попадают в такую категорию, социально незащищенную категорию людей. На территории Шагеновского района таких преступлений у нас нет, если я не ошибаюсь, да? Ну, точно, товарищ комиссия. Но, тем не менее, в Геогинском районе последнее происшествие, значит, бабушка 28-го года, как-то прям просчитывают людей, пожилых на улице, вступают с ними в контакты, люди приходят домой, отдают последние деньги, и при том деньги как бы там немаленькие, 50 тысяч, 150 тысяч и так далее. Вот такая тенденция в городе Майкопе, в Тахтамукайском районе, и еще раз подчеркиваю самое, что обидно, что страдают социально защищенные категории людей, то есть люди уже достаточно преклонного возраста. И сложно раскрывать такие преступления, потому что люди пожилые, как правило, не запоминают ни примет, не могут нарисовать, так сказать, и рассказать эксперту, как выглядит тот, кто этот человек. И, естественно, категория людей приезжих, при том очень быстро это преступление происходит, покидает пределы республики и обнаруживает их, значит, весьма проблематично. Далее был заслужен отчет участкового полномочного, обслуживающего данный населенный пункт. Хотелось бы довести до вас сведения о триминогенной обстановке, сложившейся на территории сельского поселения, о проводимых профилактических мероприятиях, а также более детально остановиться на проблемах, актуальных для нас всех. В истекшем периоде 2016 года в полиции зарегистрировано 34 обращения и заявлений граждан. По каждому заявлению мною проводились проверки в рамках действующего законодательства, по окончанию которых принимали соответствующие решения. Под отвердающее число обращений возникло следственные надлежащие семейно-бытовые отношения, основной проблемой которой является злоупотребление спиртными напитками. На территории мною обслуженного в рамках егерухарского сельского поселения зарегистрировано два преступления, из которых расследование передано в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом одно уголовное дело. Нераскрытым остается одно уголовное дело на территории егерухарского сельского поселения. Лично мной раскрыто три преступления на территории егерухарского сельского поселения и Кашкарпского района. После доклада жители отметили добросовестную работу участкового Заура Биркова. Мы знаем, что происходит в ауле, что делает представитель законной власти, медицинер. Это не только медицинер, это представитель власти. Я, как, допустим, имам, как я фензи аула, удовлетворен полностью его работой. Глава поселения Руслан Брафтов в свою очередь поблагодарил руководство МВД за оказанное внимание проблемам аула. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали именно в наш аул, потому что у наших жителей не каждый день такая возможность напрямую задать вопросы министру МВД. Скажу, что большинство вопросов у нас личного плана. Завершился визит Александра Речицкого проведением приема граждан.